МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автомобильный клуб И от этого, правда, никакие проблемы не ушли А новые пришли Обострились некоторые проблемы, да Да, и сегодня мы поговорим на такую удивительную, душераздирающую тему Как что нас выбешивает на дороге Что нас злит, что портит нам настроение Когда мы, так сказать, запланировали некую поездку И вот начинается Здесь ты встал из-за чего-то Тут вот тебя, здесь тебе вот это, там вот это И я бы разделил эту прекрасную тему на две То есть помехи живые, то бишь люди какие-то И неживые, то бишь обстоятельства, да Итак, прошу, с чего начнем? Начнем с того, что я стал замечать Хоть солнышко и появилось у нас, да И вот несколько дней уже достаточно хорошая солнечная погода Но людей как будто бы это сильно не радует И смотрю, как водят автомобилисты И что-то вот я решила как раз сегодня эту тему поднять Смотрю, что наоборот, люди водят агрессивно Почему-то рычат друг на друга Хотя, по идее, должно все радовать Ты не должен никуда торопиться Наслаждаться солнцем Ехать себе спокойно В принципе, вообще радоваться наконец-то наступлению весны И прочее Но люди продолжают нарушать Продолжают бесить других водителей своим поведением Друг дружку, да Друг дружку, да И, соответственно, получается неправильная реакция на вот эти вот действия То есть Я вижу, как кого-то задевает неправильное поведение другого водителя И он вместо того, чтобы как бы махнуть рукой и поехать дальше Он начинает вступать в конфликт Вот И конфликтов как будто бы на дороге становится чуть побольше То есть вот эти наказания Там вот ты что-то там сделал мне Я тебя догоню, накажу Покажу тебе в окно, что ты там дурак и так далее Вот Это я за этим стала наблюдать И решила с тобой поговорить о том А что, в принципе, вот бесит Может быть, нас слушают как раз-таки нарушители правил дорожного движения Злостные нарушители Потому что так или иначе мы являемся тоже нарушителем Все равно невозможно ездить на 100% по правилам Все равно так или иначе Хотя бы одно правило ты какое-то нарушишь Главное, чтобы безопасно Я бы тогда живых людей разделил бы на тех, кто выбешивает своим поступком Как бы активно Да А другие просто я вот увидел И мне стало так противно Хотя мне не помешали Я вот сразу отнесу к этому разряду Вот этих милых дам, которые с огромным телефоном Какой-нибудь там 14-й Max Pro iPhone, да? Который закрывает весь обзор вообще слева у нее И она в каком-то здоровом Audi Q6, Q8 сидит и не видит меня со своим телефоном Но она, правда, едет конкретно, она вот не нарушает Но у меня вызывает вот такую прямо пролетарскую, большевистскую такую вот злость И я не могу понять, почему никто не наказывает, не следит за этим Хотя ты говорила, что вроде бы следят Но это, еще раз, это пример как бы пассивного раздражения То есть я увидел человека, ну просто вот какого-нибудь отвратительного, не знаю, пьяницу валяющегося где-то, к примеру, да? Вот, и это вызывает у тебя такое эстетическое такое Вот здесь вот что-то схожее Да, вот именно когда у тебя вызывает какую-то реакцию То есть не просто, ну как бы мне не нравится, да, когда человек так себя ведет А именно реакцию действия То есть я хочу в связи с его действиями тоже произвести какое-то действие Не задумываясь о том, что кому-то мы можем уже вдвоем помешать Не только тот нарушитель, но еще и я, который собрался его наказать за его поведение Вот, и давай мы с тобой поперечисляем такие Ну вот конкретно, так как мы с тобой не готовились, да, то давай ты будешь говорить Меня бесит когда? И со своей точки зрения там говоришь А я буду говорить то, что я наблюдаю очень часто на дорогах Окей, поехали 12 часов в сутки нахожусь за рулем Меня бесит, когда передо мной переезжает дорогу доставщик еды Причем летом и зимой на любом виде транспорта Они с ошалевшими глазами Многие ведут одной рукой свой велосипед Другой рукой смотрят на навигатор И их задача довезти горячие тевтельки Или там что они там везут, эту китайскую мерзотную еду И он едет прямо по пешеходнику Прямо среди там этих бабушек Про меня вообще молчок Потому что где-то ему когда-то сказали У него в Таджикистане Что якобы машина всегда пропустит И вроде как Я не знаю, но прямо вот злость вызывает Вот, пожалуйста, комментируй Есть такое дело Когда стало лучше? Когда их позбивали Достаточное количество И сервисы доставки стали проводить Перед тем, как их нанимать на работу Серьезные тренинги По поводу того, как они должны ездить Перед приемом на работу Ты проходишь тест по ПДД Отвечаешь на вопросы Можно тебе или нельзя Я считаю, это очень правильно Конечно, первый это Яндекс занялся этим делом Потом остальные сервисы подтянулись Но не все, естественно И так как постоянно идет оборот Вот этих доставщиков То есть невозможно прям четко проследить То есть тех, кто хорошо себя ведут И едут хорошо, мы их не видим И поэтому мы их не учитываем Мы видим тех Которые нарушают И вот как с этим бороться Это надо же как-то Действительно Ну как сказать Настучать на него в компанию Что вот он конкретно нарушает Есть камеры Правильно? Да, у тебя есть камеры Не у меня Есть камеры общего наблюдения На дорогах Если полиция не может не видеть их Ну увидел там на этом его коробе написано Какая-нибудь там Я не знаю Яндекс еда Значит в такое-то время В таком-то месте Такой человек проехал Можно по GPS посмотреть Кто там ехал Значит 100 тысяч рублей штрафа на компанию Раз 100 тысяч Два 100 тысяч Три Все И мне кажется Они будут ходить По правилам Да, видишь почему они этим не занимаются Потому что нарушений таких в день происходит Там миллион Например Потому что это наверное Каждые 5 минут такое нарушение происходит Но не все нарушения приводят к ДТП Если из-за его действий Действительно там что-то произошло ДТП То я думаю Что компания и так об этом узнает И проведет какие-то дополнительные тренинги для своих сотрудников Но если ничего не произошло А ты просто посидел Побесился в машине Как бы и сказал Ну вот он там едет Да, я притормозил Я его не сбил Ну получается Что факта-то не было А то, что я потратил нервы невосстанавливаемые Это не учитывается? Я думаю, что это можно написать в Яндекс Они тебе обязательно дадут скидку на доставку Господи Вот Ну я к тому, что Конечно должен быть какой-то контроль Обязательно за доставщиками За то, что они нарушают Да, я не могу за всеми следить Получается наша с тобой задача Когда мы едем За себя думать За того думать За доставщика думать Их траектории все учитывать Ну конечно Все водители должны так делать по идее Но иногда это идет перегруз уже информации Давай мы сейчас попросим тех, кто собирается начать сдавать на права Отключиться от нашей радиостанции Ну чтобы у них не было отторжения вообще Да, для будущих водителей, наверное, это не очень хорошая информация Лучше сейчас не слушайте Да, все прекрасно Если вы не нарушаете Для будущих водителей информация такая Старайтесь никому не мешать И вот давай следующий момент Меня бесит Когда начинающий водитель едет в левом ряду Ну не только начинающий Но в основном начинающий часто Начинающий, да Я бы еще добавил каршеринг сюда Да, иногда Но они тоже для мобильных Примерно не с нуля дают Да, но некоторые на каршеринге едут И вообще непонятно, что с ним делать Ну потому что там тоже может начинающий быть Я тебе по этому говорю То есть водитель, который не понимает В дорожном движении Что левая полоса предназначена у нас Для более быстрого движения Да, по правилам это не прописано Но это общепринятая такая ситуация Что в левом ряду в основном все едут быстро Это надо учитывать поток Надо не мешать потоку Если ты собрался тошнить, как говорят опытные водители В левом ряду со скоростью 60 То это очень плохо И может это завершится наказанием от других водителей О котором я говорю То есть если человек очень торопится Допустим ситуации бывают разные Ну вот к тебе на эфир опаздывать Срочно нужно доехать И он упирается в то, что в левом ряду едет Одна машина перед ним Хотя там справа Тут относительно свободно Не пробка, но можно перестроиться И он едет со скоростью Там 40-60 И при этом он, конечно, считает Ну я же ничего не нарушаю И он прав в каком-то... Хотя что-то нарушает Ты прав, но у нас есть один момент Что ты должен двигаться со скоростью потока Так вот в левой полосе поток движется быстрее Так будь любезен, если туда выехал Ну прибавь ты скорость Чуть-чуть-то хотя бы Помоги или не мешай Ну и перестройся правее Да, перестройся Естественно человек Так еще начинающий водитель же у нас Он не видит, что происходит вокруг Он не смотрит по зеркалам Если бы посмотрел Увидел, что у него на хвосте кто-то сидит Там и срочно человеку нужно проехать То естественно он бы перестроился Я думаю, надеюсь Ну вот А ну некоторые говорят Нет, я 60 еду Почему ты должен перестраиваться Мне нравится левая полоса Мне через 10 километров Поворачивать налево Хочу ехать здесь В общем уж Вот хочется, чтобы таких ситуаций не происходило Поэтому начинающим водителям Мы с тобой вместе говорим Пожалуйста В левой полосе не надо 60 ехать Если вы не готовы ехать 60 и выше Пожалуйста Мне кажется здесь вопрос Занимайтесь среднюю правую Общие что ли Этики воспитанности Самого ученика Да, они не думают Что ты в принципе кому-то можешь мешать Да И мне кажется Это вообще проблема Не знаю Целых поколений В последнее время Когда Ну нет уважения к другим Вот А другие Некоторые есть все-таки воспитанные Которые не могут этого понять Ну как же так Ну подвинься ты Господи Ну да, сейчас видишь все строится на том Что ты эго То есть ты такой целостный человек И мнение других Тебе не должно волновать И психологи Которых сейчас миллиард Да Они говорят об этом Что отношения других Это их отношения А не твое Ты там сам решаешь Что тебе делать И тебе должно быть Наплевать Как и что думают об этом другие Ну тогда и на тебя наплевать Ну так-то Да Думайте об этом Что и на тебя будет Наплевать всем Вот Поэтому так не делайте Это раз Значит это бесит Действительно Когда в левой полосе Медленно едет Начинающий водитель Пожалуйста уедь Также Это может быть не начинающий Кто Который по телефону говорит Да Видел такое Сколько раз Просто смотришь Чего-то едет машина медленно Все едут нормально Этот прям ну вот медленно Он не просто говорит Он еще пишет В этом самом ватсапе Да То есть ты подъезжаешь Смотришь Что случилось В чем причина такой медленной езды А человек в телефоне просто сидит Это бесит Твоя очередь Что тебя бесит Ну слушай Много чего Раньше бесили маршрутки Сейчас их вроде стало поменьше Они стали другими Вроде как-то Голубые автобусы как Лазурные Лазурные Или как там Да Слушай Не знаю Получше стали ездить Не как сначала Вот в твоем мнении Помнишь Вы с тобой в одной программе Говорили что беда Наверное в целом Получше Но слушай Мы спорили Когда-то давно На эту тему Надо это не надо С точки зрения водителя Вернее не водителя А пешехода Без машины И с их точки зрения Рассматривали Что маршрутка маленькая Могла останавливаться Там где удобно людям Там из какого-то дома садиться А вот эти упорядоченные Большие Вот теперь многим людям Приходится идти Ну неудобно стало И не очень понятно Зачем так было сделано С точки зрения Вот на дороге Именно трафика Мне кажется Все-таки с ними стало получше Потому что их Как-то и поменьше их стало И не знаю Может быть водители Там как-то более Так предметно отобраны Как-то они вот стали Так скрытые Что ли Вот меньше Меньше выбешивают Да-да Вот в общем-то Да Мы их не берем В категорию того Что меня бесит Хотя до этого Мы с тобой говорили Что они пересели С маршруток И ведут себя Собственно точно так же Как на маленькой маршрутке Понятно что у тебя Автобус там В два-три раза больше Некоторые огромные Прямо гармошки Да эти И все равно Он ездит И выезжает Достаточно резко Перестраивается Через несколько рядов Я не представляю Каково в этот момент Пассажирам Ну вот действительно Сейчас стало с этим Получше Ну вот тогда я тебе скажу Что меня еще Недавно совсем Выбесило Когда явно Всегда На этом перекрестке Пробка Я подъезжаю С поперечного направления Пробка всегда Слева направо Передо мной И люди продолжают Заезжать Видя Что там вообще Не движется поток И впереди Там красный Через Там тоже видно Достаточно большое расстояние И вообще Нет никакого движения И они все равно Заезжают И встают На перекресток Да И перекрывают тебя так Что тебе даже Их не объехать То есть ладно Если бы это была Там одна машинка Хорошо Я перестрою Соседнюю левую Я понимаю Все торопятся Но когда это явно Забитый перекресток И ехать туда бесполезно Ну ребят Можно Не обязательно прямо ехать Можно повернуть направо Можно объехать Какой-то кусочек Ну так Ну это по времени будет Ну есть развеска Магистральная Где Ну что ты сделаешь Какой-нибудь Коломяшский Там с чем там Господи С богатырским Например Да Например Да Там стрелочка четко Тоже видно Что по стрелке Ну тебе некуда заехать Ясно Ясно Что тебе будут Там сзади сигналить Говорят Давай Мы сейчас забьем С тобой перекресток Встанем Ну тогда Готовьтесь к волне Хейта Со стороны тех Кто идет Поперечное направление Ну с другой стороны Бывает и так Что человек начинает Притормаживать Видя Вот все как ты говоришь А сзади Ему начинают бибикать Давай 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 И как бы Сзади начинают Ненавидеть человека Который не проехал И за ним не проехал Этот который бибикал И они все равно Встали посреди дороги Тот кто сзади Тебя ненавидит Это будет скорее всего Один Потому что Ну два максимум Два максимум А тут ты перекрыл дорогу Просто огромному потоку И каждый Кто будет тебя объезжать Он тебе либо посигналит Либо покажет Все что тебе думает Да И я думаю Что многие водители Были в такой ситуации Это очень неприятная вещь Второй момент Это когда Неправильно выезжают То есть под Знака уступи дорогу Или Это прилегающая территория Когда у тебя Закрыт обзор И начинают пихаться И высовывают Нос на всю полосу Друзья мои И при этом еще Налево поворачивают Это вообще Ну налево ладно А если направо И просто по прямой выезжают Да Это прям жестко раздражает Значит расскажу лайфхак Чтобы этого не было Для тех кто не в курсе Если ты поворачиваешь направо И налево понятно Что тебе придется прямо выехать А если ты поворачиваешь направо И с подуступи дорогу Ты сначала Поверни траекторию Сделай по закруглению Как идет закругление поребри Когда мы помним Что у нас круглые все-таки Ну там вот эти углы перекрестка Они закругленные Повтори сначала траекторию Подъедь к краю Пересекаемой проезжей части Вот где это закругление Начинает переходить В ровный участок Подъедь туда Подверни носик А потом посмотри Таким образом ты Таким образом ты и себя Выдвинешь поближе Тебя увидят И нос у тебя спрятан Тебе его не снесут Ну вроде бы это элементарная вещь О которой почему-то все забывают Ну вот хотелось бы тоже Вот этот момент уяснить Нам пишут тут Что бесят водителей фур Потому что они ненавидят мотоциклистов По непонятным причинам Потому что мотоциклистов не видно Водитель фуры Конечно у него и так Все время ограниченный обзор То есть у них Они дополнительные зеркала ставят И так далее Вы знаете что справа Наверное все Может быть даже видели Или читали Иногда некоторые водители фур Пишут прям себе на правой двери Если ты читаешь эту надпись То я тебя не вижу То есть он сидит слева Высоко И вот эта часть справа Она ему вообще неизвестна И не видна У него подстроена зеркала И при правом повороте Туда все время Какая-нибудь маленькая машинка заезжает Или кто мотоциклист Потому что он видит Что вроде бы дырочка есть Я успею А фур у нас как делает Она же у нас немножко захватывает радиус Чтобы ей повернуть Срез этот сделать Поэтому Тут нужно их понимать Тоже водителей фур Что они просто не видят Из-за этого Они боятся Что они посмотрели Никого нет Начинают поворачивать А там какой-то хруст То есть Что такое Ведь никого не было А он следит И за тем Чтобы слева никого не ударить Потому что радиус побольше взял И справа он уже проверил Вроде что никого нет Поэтому постарайтесь Если уж вы мимо фур проезжаете То с левой стороны быть Если с правой поехали Но подождите немножечко Чуть-чуть снизьте скорость Пускай она повернет Хотя бы до середины фура Вот Потом уже за ним заезжайте Потому что Как раз будет видно Траекторию смещения прицепа Вот она к центру поворота Смещается прицеп всегда Я понимаю уже отчетливо Что мы конечно не успеем сегодня Мы только начали эту тему И будем возвращаться Предлагаю в будущем Давай мы такой промежуточный итог Подведем Для того чтобы вас не ненавидели Постарайтесь не попадать В категорию вышеописанных То есть если вы разводите пиццу Да пожалуйста Ближе к правилам Соблюдайте ПДД Дальше если вы поворачиваете налево Пожалуйста делайте это из левого Из левого к крайнего положения Из левой полосы Если знаками иное не предписано Не надо создавать во второй полосе Тоже пробку Или ехать-ехать Как будто бы прямо в последний момент Включить налево Встать в левой полосе Поворачивать Но это очень раздражает Поверьте мне И в общем Все что касаемо Поверьте Если люди на вас Какой-то негатив сливают Потом вы себя не очень хорошо Будете чувствовать Представьте сколько народу Вас там прокляло Это не очень хорошо Вот Поэтому пожалуйста Я понимаю что вроде Весеннее обострение Там у всех все нервные Кто-то в депрессии Кто-то что-то Но давайте поаккуратнее Потому что как ни странно ДТП становится больше Когда на солнце выходит Не знаю может это Конкретно наш климат Санкт-Петербурга Но мы с тобой разобрали людей Мы успеваем с тобой Разобрать еще факторы Нет Давай на какой-нибудь Следующий раз Хорошо Тогда в следующий раз Мы расскажем о том Что у нас есть еще Кроме Неодушевленное Неодушевленное Что-то что нам мешает На что нужно тоже Обращать внимание Татьяна Ермакова Автомобильный психолог Автомобильный инструктор Психолог наверное важнее В это время сейчас Спасибо большое Моторадио представляет Автомобильный клуб